Wi-Fi, Bluetooth, микроскоп, компакт-диск – все эти привычные технологии связаны с Нидерландами. В 90-х годах инженеры из голландской организации TNO участвовали в разработке ранних беспроводных стандартов, которые позже легли в основу Bluetooth. А технология Wi-Fi получила развитие благодаря сотрудничеству компании NCR из Неймегена и университета Утрехта, где впервые протестировали радиопередачу данных на коротких дистанциях. Но если мы углубимся в историю, то окажемся в 17 веке, где голландец Антони Ван Левенгук самостоятельно шлифует линзы и собирает микроскоп, позволивший впервые в мире увидеть бактерии и одноклеточные организмы. Именно он стал родоначальником микробиологии. Позже, в 20 веке, в Нидерландах появился компакт-диск – его разработали инженеры Philips, которые вместе с Sony заложили стандарт цифрового звука. Все эти технологии настолько плотно вошли в повседневную жизнь, что мы почти забываем об их происхождении. Но за каждой – конкретные имена, лаборатории, университеты и практически всегда – нидерландский адрес. Как страна, славящаяся научными прорывами, научилась выжимать землю буквально из морей и строить города там, где, по идее, должна быть вода? Около 1,3 территории Нидерландов находится ниже уровня моря. В большинстве стран это вызвало бы массовую эмиграцию. В Голландии – инженерный вызов. Уже с 12 века здесь начали возводить дамбы и осушать болота, создавая уникальные территории – польдеры. Эти участки земли, окруженные дамбами и осушенные насосами, стали основой для строительства городов, дорог и ферм. Ключевым поворотом стал проект «Дельта», начатый после разрушительного наводнения 1953 года. Тогда стихия унесла более полутора тысяч жизней. Ответом стала крупнейшая в мире система защиты от воды – дамбы, шлюзы, морские барьеры, часть из которых автоматически закрываются при повышении уровня воды. Также в стране работают инновационные насосные станции и системы контроля подземных вод. Вода здесь не враг, а управляемая сила. Нидерланды даже экспортируют свои технологии управления наводнениями другим странам, включая США, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Жители Голландии живут на земле, которая раньше была дном морей. И это не метафора, а технологическая победа. И если кажется, что на этом дерзость заканчивается, подождите. Ведь дальше речь пойдет о том, как эта маленькая страна кормит полмира. Каждый день в Алсмере рядом с Амстердамом происходит то, что можно назвать цветочной аукционной биржей. Миллионы роз, тюльпанов и орхидей проходят через этот центр, сортируются, оцениваются и уходят по всему миру. Голландия – крупнейший экспортер срезанных цветов на планете. Но это только начало. Страна входит в тройку мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. При этом ее площадь меньше штата Мэриленд. Секрет в технологиях. Вертикальные фермы, роботизированные теплицы, гидропоника и алгоритмы управления микроклиматом позволяют получать урожай круглый год с минимальным потреблением воды и удобрений. Университет Вагенингена – флагман агротехнологий. Здесь создаются сорта, устойчивые к засухам и болезням, и разрабатываются системы автономного мониторинга растений. Сельское хозяйство в Нидерландах – это не мотыга и трактор, а спутники, датчики, биотехнологии и точный расчет. Все ради того, чтобы накормить планету экологично, эффективно и прибыльно. Но как страна стала такой влиятельной? Возможно, все началось с момента, когда они изобрели нечто куда более фундаментальное, чем технологии – экономику. В начале 17 века на площади Дам в Амстердаме появляется то, что позже изменит мир. Первая в истории постоянная фондовая биржа. Здесь торговали не просто товарами, а акциями голландской Ост-Индской компании – VOC. Эта компания стала первым в мире акционерным обществом с публичным размещением бумаг. Инвесторы получали дивиденды, создавались финансовые инструменты для хеджирования рисков. Биржа работала по расписанию, имела собственные правила и даже допускала спекуляции. Все это напоминает современный Уолл-стрит, только на столетия раньше. Голландцы первыми поняли – деньги – это не только золото и серебро, но и доверие, расчет и риск. Фондовый рынок стал основой для международной торговли, страхования и инвестиций. Именно тут были придуманы базовые элементы финансового капитализма. Эта система позволила Голландии стать экономическим сердцем Европы на долгие десятилетия, направляя капиталы в корабли, экспедиции и города будущего. С деньгами и технологиями в руках Нидерланды перешли к следующему этапу. Нидерланды редко упоминаются среди космических держав, но это только на первый взгляд. В стране активно развиваются технологии, без которых невозможны современные спутники. Компания ICISPACE из Делфта выпускает наносателлиты – крошечные аппараты, применяемые для мониторинга климата, связи и навигации. Эти спутники работают на орбите уже в десятках стран. Голландские университеты сотрудничают с Европейским космическим агентством, участвуют в проектах по фотонике, наблюдению Земли и орбитальной навигации. Ученые разрабатывают материалы, оптические компоненты и системы связи, способные работать в условиях вакуума и радиации. Важную роль играет и индустрия фотоники. Нидерландские компании производят линзы и микросхемы, используемые в спутниках и космических телескопах. Страна также участвует в разработке компонентов для миссий ESSA, NASA и частных компаний. Их оборудование использовалось на орбитальных станциях, модулях связи и дистанционного зондирования. Голландский подход к космосу – не зрелищные старты, а точные технологии, которые делают возможным исследование Вселенной. Голландцы внедряют автоматизацию везде. От сельского хозяйства до городской инфраструктуры. В агросекторе используются роботы, которые анализируют здоровье растений, удаляют сорняки и собирают урожай. Эти системы работают с помощью датчиков и компьютерного зрения, снижая потребность в пестицидах и рабочей силе. На водной инфраструктуре применяются автономные инспекторы. Они сканируют внутренние поверхности труб, определяют утечки и сообщают о повреждениях в реальном времени. Благодаря этому время ремонт сокращается, а потери ресурсов минимизируются. В промышленности работают платформы Field Labs – тестовые зоны, где проверяются технологии умного производства. Здесь обкатываются автоматические сборочные линии, предиктивная аналитика и логистика без участия человека. Также Голландия активно развивает беспилотные автомобили и микроэлектротранспорт. В некоторых районах уже запущены автономные шаттлы, управляемые ИИ. Это не футуризм, это уже настоящая экономика. Роботы и алгоритмы становятся частью повседневной жизни, а Нидерланды – одно из самых продвинутых стран Европы в этой сфере. Машины, сенсоры и ИИ – все это прекрасно работает, если вы живете в умном городе. А таких в Нидерландах все больше. Велосипед в Нидерландах – это не просто транспорт, а полноценная технологическая система. Более 22 тысяч миль велодорожек, множество туннелей, мостов и даже парковок на несколько тысяч велосипедов. Некоторые маршруты снабжены датчиками, которые регулируют освещение в зависимости от движения, а также счетчиками, фиксирующими поток велосипедистов. Это помогает городам управлять трафиком, избегать пробок и планировать новые маршруты. В Эйнтховене тестируют дорожное покрытие, которое накапливает солнечную энергию и светится в темноте. В Утрехте открыт крупнейший в мире велосипедный паркинг с системой навигации и охраны. Интеллектуальные приложения подбирают оптимальный маршрут с учетом ветра, температуры и загруженности. Велосипед становится частью цифровой экосистемы города. Благодаря этому в городах снижается уровень шума, загрязнений и стресса. Велосипед – это технология устойчивого будущего, а Голландия – лидер в ее масштабной реализации. Нидерланды – одна из самых благоприятных стран Европы для стартапов. Амстердам входит в пятерку главных стартап-городов континента. Здесь сосредоточены финтех-компании, работающие с блокчейном, цифровыми кошельками и международными переводами. Среди самых заметных проектов – платежная система IDL. Через нее проходит более 70% онлайн-платежей в стране. Платформа работает напрямую с банками и позволяет проводить моментальные переводы без посредников. В Голландии активно развиваются цифровые банки. Банки, КНАП и другие полностью работают через приложения. Здесь можно открыть счет, инвестировать, оформить страховку без визита в отделение. Правительство не стоит в стороне. Программа Startup Delta обеспечивает налоговые льготы, помогает в поиске партнеров и дает доступ к международным грантам. Молодые команды получают поддержку университетов и инвесторов уже на этапе идей. А развитая инфраструктура позволяет быстро проверять гипотезы, тестировать продукты и выходить на рынок. Это создает культуру, где инновации не просто поощряются, а становятся повседневностью. Но чтобы инновации жили долго, нужно место, где они превращаются в реальность. Голландцы создали такие места – целые города идей. Финальный штрих картины будущего – это научные парки Нидерландов. Самый известный – High Tech Campus в Эйнтховене. Его часто называют самым умным квадратным километром Европы. Здесь работают более 200 компаний и исследовательских групп. На кампусе трудятся свыше 12 тысяч инженеров, предпринимателей и ученых. Среди них сотрудники Philips, ASML, NXP и десятков стартапов. Все они работают бок о бок, обмениваясь идеями и создавая технологии завтрашнего дня. Еще один центр – Delft Technological Park. Он тесно связан с Технологическим университетом Делфта и специализируется на робототехнике, ИИ и устойчивых транспортных системах. Государственные инвестиции в науку превышают 4% ВП. Университеты Твенте, Вагенингена и Делфта регулярно входят в мировые рейтинги. Идеи не задерживаются в лабораториях. Они превращаются в продукты, экспорт, рабочие места. Такой подход сделал Голландию не просто техноцентром, а лабораторией для всего мира. Так завершилась наша прогулка по стране, где на каждом шагу наука встречается с практикой. Где технология не витает в облаках, а лежит под ногами, едет по велодорожке и летит на орбиту. Это Нидерланды. Маленькая страна с глобальным размахом.